Кстати, мячи вызывали скорую за выходные около 14 тысяч раз. Это в полтора раза больше, чем в обычные дни. Обморожение, несчастные случаи, преступления. Что произошло за время каникул, расскажет моя коллега Тахмена Тенесова. Деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения, бытовая техника и даже автомобильные колеса. За новогодние праздники в Омской области было совершено около 100 краш. Преступники вламывались в дома, вскрывали автомобили, выхватывали сумки на улицах. Всего на дежурный номер 02 поступило почти 7,5 тысяч обращений. За распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в общественных местах было оштрафовано 628 жителей региона. Еще 126 человек пьяными сели за руль. Всего сотрудники госавтоинспекции оштрафовали более 3,5 тысяч человек. А на дорогах Омской области произошло около 500 ДТП. В которых пострадало 55 человек. Четыре человека погибло. Но смертей, к сожалению, за новогодние праздники зарегистрировано гораздо больше. В результате пожаров скончалось 4 человека. Еще два в результате несчастных случаев. Так, в Большереченском районе погиб 12-летний мальчик. Предположительно, ребенок спустился в погреб за картошкой и задел электропровод обогревателя. А в Тарском районе на лесоруба упало дерево. Не обошлось и без убийств. В Крутой Горке брат задушил сестру, потому что она, по его мнению, много пила. В Омске мужчина до смерти избил жену. В Таврическом районе кочегар убил подругу. И еще один мужчина попытался выгнать из подъезда уснувшего пьяного парня. Но когда тот не захотел уходить, облил его средством для розжига и поджог. Молодого человека доставили в больницу. Продолжение следует...